Описание представленных томограмм пациента 1997 года рождения, вот 5 марта 2019 года. Область исследования. Головной мозг с контрастом. Срединные структуры головного мозга не смещены. Третьи и четвертые желудочки мозга не расширены. Боковые желудочки симметричны, не расширены. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла, супраселлярная цистерна, несколько пролоббирует в полость турецкого седла. Расстояние от хиазма до верхнего края гипофиза 8 мм. Гипофиз однородной структуры, в размерах не увеличен, высота его 4 мм. Хиазмальная область без особенностей. Мостоможечковые углы свободны. Сильвеевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричной однородной структуры. Цереброспинальный переход без особенностей. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования минимальный до 1-2 мм отек слизистой оболочки гарморовых пазух. Сформирован левосторонний костный шип носовой перегородки на границе средней и задней трети ее размером до 9 мм. При введении контраста очаги патологической воскулиризации не выявлены. На строченных томограммах накопление контраста без особенностей. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Заключение. МР-картина тенденции к формированию пустого турецкого седла. Искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация невролога Лора. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики с СГМУ имени Мечникова. Комментарий врача Инги Новода. Добрый день. Данных за наличие гайморита у вас нет. Отек слизистый в 1-2 мм – это норма. А искривление носовой перегородки вам мешает. Его нужно убрать. Сразу легче дышать будет. Повысятся силовые показатели. Формирование пустого турецкого седла – признак повышения внутричерепного давления. Это может давать головные боли с этим к неврологу.